Здравия желаем, дорогие друзья! Это обращение уже и к тем, кто находится в зале, и к тем, кто смотрит сейчас нашу трансляцию и будет смотреть видеозапись. Представляться, я не знаю, нужно, не нужно. Думаю, что нас знают все. По проекту то же самое. То есть технология уживания тактической медицины – это проект. Я, Евич Юрий Юрьевич. Соответственно, нами проект был создан, 8 лет развивался. Крайние полгода я отсутствовал по объективной причине в соответствии с контрактом защищал территориальную целостность России на территории так называемой Украины. То есть юго-западные земли России обманом и предательством отторгнуты у нас в 91-м и сейчас превращенные в населенную мутантами, нелюдями территорию, которой цель существования – уничтожить нас. Вот, соответственно, по возвращении оттуда сейчас со свежим боевым опытом мы будем, даст Бог, преобразуем наш курс как можно быстрее и новые знания пустим. Потому что каждая война новая не похожа на предыдущую. И так не помню, кто-то там из англичан сказал «war never change», то есть война никогда не меняется. Я не знаю, что он имел в виду. Может, он имел в виду какие-то основополагающие принципы, там грязь, кровь, смерть. Тогда да, не меняется. А так, каждая война спустя там полгода, а то и несколько месяцев уже на саму себя не похожа. Даже одна и та же война меняется. А каждая следующая война не похожа на предыдущую. И, учитывая этот фактор, нужно обязательно самый свежий опыт получать и учить так, как нужно на этой войне. Нельзя жить прошлыми стереотипами. Это большие потери, причем неоправданные иногда поражения в войне. Именно поэтому, как началось, в том числе поэтому я все оставил и быстрее поехал смотреть, как оно там. Вот, соответственно, тех, кто в зале, тех, кто слушает нашу лекцию, как оно там примерно и услышит. Наш курс включает базовый, на котором вы находитесь, три дня. Первый день лекционный. С утра до вечера очень много лекционного материала. Второй день нашего курса. Он практические навыки. То есть отрабатываются навыки по оказанию первой помощи, но без имитации боевых действий, потому что вам нужно будет научиться хотя бы накладывать жгуты, повязки, шины, способы эвакуации раненого. А третий день – отработка практических навыков в условиях, имитирующих боевое столкновение с противником. Сразу же хотел бы сказать, дорогие мои, этот курс, и я постараюсь сказать, и в ходе курса будут люди подготовленные. Пообщайтесь, почерпните спальник, коврик, обувь, одежда. Я думаю, не погрешу против истины, если предположу, что примерно у половины присутствующих с этим существенные пробелы. Как минимум у половины. Разумеется, в мирное время все считали, что это не нужно, но сейчас с тем ситуациям, которые есть, Запад нам перестает завозить, мы с ними все-таки воюем. С Китая то, что везут, таможня, которая в скобках, в кавычках, вроде как наша, хотя непонятно, чья она, не пускает поставки, а производство в стране работает на фронт по госзаказу, купить проблем на вывод. Если вы не подсуетитесь, сегодня пока еще что-то есть, то завтра у вас будут большие проблемы. А большие проблемы с базовым снаряжением – это огромные проблемы, как только ты вынужден оказаться на природе. Даже не говоря фронт, множество есть ситуаций, когда вокруг война, когда нужно комфортно размещаться на природе, ночевать, перемещаться и при этом не замокнуть, не замерзнуть, не получить воспаление легких. Вот, соответственно, кто еще не обеспокоился, это самый первый мой совет будет обеспокоиться этими всеми нюансами. И будет сегодня у нас раздел «Гипотермия». Я в разделе «Гипотермия» всегда охотно рассказываю по обуви, по одежде, по снаряжению. Поскольку, Божьей милостью, я работал в составе подразделений, которые выполняют отдельные задачи, то у меня сильно расширился ассортимент знаний. Сегодня вам скажу. Опять же, посмотрите в зале, всегда можно приметить, кто более-менее экипирован, кто толковый, и кто не знает, подойдите, спросите где, что, как, чего купить. Заодно обменяйтесь телефонами, узнайте, кто где живет. Вы здесь имеете возможность найти единомышленников по месту жительства, скучковаться в коллектив, что прошедшие наши курсы люди уже годами и делают. У них там сообщество по месту жительства. Собираются, вместе тренируются, вместе решают какие-то общие проблемы, находятся в кругу единомышленников. И это сильно увеличивает устойчивость человека, особенно в сложные времена. А что времена сейчас именно такие пошли, я думаю, отдельные люди упорно продолжают сомневаться, но все люди адекватные, уже как бы сделали выводы и переходят от сомнений к действиям. Хорошо, движемся дальше. Дорогие мои, есть у нас классическая презентация, она очень красивая, правильная. Одна беда. Когда я вел этот курс, он уже был переполнен, там до восьми вечера читаешь, и весь зал сидит в коматозе под конец от информации. А теперь-то информации гораздо больше стало. Поэтому явочным порядком я буду вынужден значительное количество материала, которые есть в слайдах. Слайды переделать не успели, потому что изготовлены такой презентацией. Это труд, блин, на очень значительное время. Итак, некоторые слайды я буду быстро проскакивать, очень дорогие мои, для того, чтобы успеть вам дать то, что в виде слайдов еще не отражено. Значит, проект. Существует наш проект по обучению военнослужащих с 2015 года. Когда я участвовал на Донбассе в 2014-м, я увидел полное отсутствие тактической медицины у силовых структур Российской Федерации, у вооруженных сил Российской Федерации. И, соответственно, сразу по возвращении оттуда ломанулся по разным нашим должностным инстанциям с воплем. Англичане ружья кирпичом не чистят. Старое поколение. Знаете, откуда это? Так точно. Для остальных почитайте на досуге книгу Левша. Узнаете очень много современного на примере царской России, бог знает какого года, о том, что наши проблемы носят объективный характер, как бы, и полезно, короче, всем, кто не читал, почитайте. Ну, инстанции отреагировали так же, как на Левшу в книге. В общем, я думаю, это вас не удивит. Еще, слава богу, что не умертвили, как в книге с Левшой закончилось. То есть, никому было ничего не надо. Ну, соответственно, вывод, да, таков наш путь национальный. Вывод был очень простой. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Я сказал, что тогда тактическую медицину сделаем сами. И вот с 2015 года мы работаем над созданием проекта тактической медицины, над созданием учебных материалов и над обучением людей. Книги по нашему проекту, презентация будет вечером, покажу вам. Значит, курс постоянно развивался, совершенствовался. Создан он был на основе опыта работы на Донбассе, где я был год, участвовал. Там много всякого интересного было. Эпизоды, может быть, сегодня увидите. И следующий момент. За то время, пока я курс создавал, Божьей милостью трижды съездил в Сирийскую Арабскую Республику. Один раз в 2017 году. Там было все очень интересно. Штурмовые бои, прорыв полос опорников, взятие нескольких городов. И, соответственно, весь этот опыт пошел в книгу. А два еще поездки. Там уже не было штурмовой деятельности. Там была охрана, оборона различных объектов, сопровождение колонн. И этот опыт тоже адаптировал. Соответственно, у меня есть книга «Тактическая медицина. Опыт Донбасса». Тактическая медицина. Опыт Сирии. Тактическая медицина. Снаряжение. Экипировка. И вот на основе всего этого материала, он является частью органичной. Есть у нас базовый курс, на который пришли вы, а также курс инструкторский. Чуть забежал вперед, по-моему, там будет слайд об этом. Так вот, мы до начала событий 24 февраля подготовили порядка 5000 человек. Из них половина силовиков. Сколько сейчас, даже считать невозможно, потому что иногда в месяц готовим несколько тысяч. Хорошо это или плохо, дорогие мои? К счастью, к счастью, женщина не может выносить ребенка за месяц, сколько ей не заплатить. Поэтому дети рождаются, большей частью нормально выношены, 9 месяцев. Но, к несчастью, если очень глупо планировать, организовывать и так далее, как наши силовики делают, можно годами не развивать тактическую медицину, а потом вызывают и говорят, вот у нас завтра в бой идет бригада, пожалуйста, подготовьте людей по тактической медицине за день. И ты, конечно, можешь из шкуры выпрыгнуть, они, может быть, даже что-то запомнят, но результат предсказуемый. То есть, то, что мы сейчас готовим людей в таких количествах, это прежде всего... Ну, Дим Юрьевич Пучков, большой друг наш, гоблин, юрист, он говорит, что термин «преступно» давать нельзя, пока суд не вынес приговор. Ну, я не знаю, можно, нельзя. Короче, я скажу, это прежде всего результат такого отношения Министерства обороны других силовых структур к подготовке личного состава по тактической медицине. Так что тысячами людей мы сейчас готовим. Меня это не радует, а печалит. Первый вопрос, почему одни мы, почему вся наша великая страна не родила других специалистов по тактической медицине? Да, кое-кто присутствует, но их объемы, которыми они работают, с нами не сопоставимы. И второй вопрос, когда так скоропалительно, то как ни старайся, результаты по качеству будут не те, как хотелось бы. Поэтому, с одной стороны, рад, что так получается, с другой стороны, вы уже поняли. Хорошо, этот момент я сказал, двигаемся далее. У нас есть базовый курс по тактической медицине, вы на него и пришли. У нас есть курс тактической медицины горно-пустынного климата, очень редкий. Как бы для ребят, которые едут туда, читался, сейчас не до того пошло. Как видите, как я и предсказывал, война пришла на дом, уже не надо никуда ехать. Инструкторский курс. И курс штурмовая медицина. Штурмовая медицина, продвинутый курс, узкоспециализированный. Я только несколько раз его провел. Очень мне нравится. Но, дорогие мои, пока вам об этом затеваться рано. И инструкторский курс. Он очень важен. Я буду периодически подшучивать. Почему? А потому что информация такая, что если слишком серьезно ее воспринимать, как один товарищ недавно прочитал мое выступление интервью, пишет, все, пошел вешаться. Вот чтобы такого у нас не было, я вас буду подбадривать. Так вот, инструкторский курс очень важен. Те, кто прошел базовый курс, могут и должны приехать на инструкторский курс, на котором за три дня мы примерно пытаемся, если человек сам приехал подготовленный, то мы примерно пытаемся его научить, учить других. Разумеется, инструктор – это не тот, кто может научить, а тот, у кого можно научиться. То есть, во-первых, на инструкторский курс нужно приезжать подготовленному. Это довольно просто. Даем план, конспект занятий, ты читаешь, смотришь видео, прошел базовый курс. Этого, в принципе, достаточно, чтобы научиться как-то учить. А дальше уже начинаешь тренировать людей. Первый раз облажался на глазах курсантов. Стыдно, страшно, ты сел, думаешь, судорожно, конспектики почитал, видео, потренировался, потом раз – красавец. Девушки смотрят с восхищением, да, все такое, курсантки. Ну и начинаешь творчески расти. Да, кто девушки ведут занятия, тех мужчины смотрят с восхищением. Словом, если кратко, то инструкторские курсы обязательно, дорогие мои, приходите, посещайте и обучайте людей по месту жительства. Сначала на кошечках тренируйтесь, то есть на близких, родственниках, друзьях, а потом уже потихонечку начинайте обучать население больше. В глазах родственников облажаться не стыдно. Все равно для родственников вы никогда в среде там не будете, ничего умного не скажете. Помните, как Христос сказал, что не бывает пророк без чести, разве что в своем дому. Поэтому как бы вы их не удивите в худшую сторону. А вот как на них натренировались, можно остальных обучать. Почему я на этом моменте заостряю ваше внимание? Потому что какой бы человек не был заранее готовый, с одного занятия научишься ты по-любому хуже гораздо, чем если ты будешь постоянно отрабатывать. А лучший способ отрабатывать – это учить кого-то другого. Лучший способ научить – это учить других. Ну и третий момент важный. Я уже раз сказал, вам скажу второй раз. Когда вы приобретаете скилл инструктора, то когда будете стоять в толпе мобилизованного мяса, то вас отведут отдельно, и польза от вас подразделения, а также выживание ваше, будет кардинально больше, если вы действительно инструктор. Это я пока только начинаю. Мотивационные моменты. Там по ходу рассказа будет много, но я думаю, те, кто пришел сюда, уже как бы заподозрили. Остальные, кто в экранах, наверное, догадываются, что той жизни, что была, не будет. Крайние 10 лет, когда мы, как парализованные, спокойно смотрели, как враг к нам подбирается, но ничего не делали, потому что нас не трогали, они закончились. Нас напали со всех сторон и собираются съесть. В прямом смысле слова. Поэтому, дорогие мои, кто раньше сообразит и больше подготовится, ну, у тех получше шансы. Чем позже сообразишь, тем грустнее все. По курсам нашим сказал. Так, вот наши методички. Вечером будет презентация, подробнее расскажу, кто захочет, может разжиться нашими учебными пособиями, в том числе с автографом автора меня. Так, социальные сети, медиа-каналы. Отличие нашего проекта от многих других в том, что мы никогда не пытались монетизировать знания, которые нам достались. Это неудивительно, потому что они большой кровью ребят оплачены. Кровью торговать – это тяжелый грех. Соответственно, нам не надо. «Сталинград-21-й экспедскурс» в интернете. С выше 30 фильмов сняли учебных. Там «Тактика», «Высотная подготовка», «Огневая», «Куча всего». И с 20-го, по-моему, по 29-й фильмы «Тактическая медицина». Разумеется, с тех пор лекционный материал чуть изменился, но посмотреть вам и получить представление, как оно все работает, будет полезно. Соответственно, наследственно советую посмотреть, а в идеале скачать в компьютеры. А то будет как у большого нашего друга Дима Юрьевича Пучкова-Гоблина. Он работал годы. У него там несколько миллионов подписчиков на Ютубе. А потом раз Ютуб взял и без объяснения причин забанил. Вот такая она демократия, свобода слова и все остальное. По-сатанински. Почему я так подчеркиваю? Как Христос сказал, как узнать нечистого? Отец лжи. Если вы все время делаете ложь, значит, вы его дети. Вот на западную цивилизацию посмотреть, да, что они говорят, что делать, и сразу понятно, чьих они будут. Итак, сказал, где можно наши фильмы посмотреть, настоятельно советую ознакомиться. А с первой по третьей серии там «Выживание». Очень интересные фильмы, потому что я раз сказал о мобилизации, два сказал, все как бы видят уже мобилизацию, но не понимают. Кто не поедет по мобилизации, тем предстоит много работы здесь у нас, по защите Отечества, находясь дома. Потому что в годы Отечественной войны недаром из всех, кто под мобилизацию не попал, по месту жительства создавались истребительные отряды, так называемые, которые боролись с вражескими диверсантами, с мародерами, с разными националистами и прочей нечистью, которая во время войны дофига. Вы можете сами посмотреть, провести аналогии, да, потому что до этой войны многие люди у нас беспокоились, что у нас миллионы гастарбайтеров, и неизвестно, сколько средних террористов. А я всем говорил, что гастарбайтеры – это фигня. У нас сотни тысяч хохломутантов, которые заехали тогда, а сейчас заехало еще больше. Кто из этих милых граждан Украины прошел спецподготовку, кто только сочувствующий, никто не знает, но они по внешности, по языку и так далее от нас с вами не отличаются. Тех хотя бы видно. Вот, соответственно, если значительная часть мужчин будет на фронте, сами подумайте, кто будет защищать всех и все, находящиеся в тылу. Так что в старые времена, по-моему, Байрон сказал, в соседстве с безжалостным врагом испанец должен быть солдатом или рабом. Участь рабов нам не светит, мы никому не нужны. Нас просто вырежут, чтобы получить доступ к нашим ресурсам. Поэтому, в общем, вариантов нет, дорогие мои. Чем раньше осознаем это, тем меньшей кровью это безобразие закончим. Хорошо. Вывод понятен. Посмотрите фильмы по выживанию, там я рассказываю о создании территориальных отрядов самообороны. Когда я этот фильм записывал, многие люди сочувствующие, сочувствующие люди всегда меня держат за руки и кричат, не надо тебя посадят! Если бы я их слушал, ничего бы сделано не было. Слава Богу, да, благодарственное слово спецслужбам нашей страны, они нашей работе, фу-фу-фу, никогда не мешали. За это им действительно спасибо и поклоны. Где недовольными критикую, а здесь да. Так вот, фильм, когда я рассказываю отряды самообороны создавать по месту жительства, я черным по белому рассказываю алгоритм. Как с кем знакомиться, что последовательно делать. И я говорю, что делайте это аккуратно, потому что момент пока не пришел, чтобы не расстроить присутствующих. И второе, делайте это в контакте с прохранительными органами. Много было диких воплей, что я там советую не то, что всех пересажают. Никого не посадили за это время, насколько я знаю. Кто подсуетился, те уже организовали. А вот сейчас есть приказы создания отрядов территориальной обороны. Ну, как я говорил, что момент придет. То есть сверху пришел. И эту инициативу власти, ну, поддержать наши власти с трудом поддерживают. Потому что нас сейчас приглашают, говорят, вот, помогите наладить тактическую медицину. Я начинаю говорить, что делать. Они говорят, ну, а мы же власть, что мы можем сделать? Денег у нас нет, админресурса нет, техники нет, площадей нет. Я стою и думаю, да. Так вот, но во всяком случае и не препятствует власти теперь, потому что приказ сверху есть. Поняли, да, дорогие мои? Вывод. Даже если тебе мобилизация никак не светит по возрасту или там по полу, то необходимость защитить себя, своих близких, своих детей, она светит в полный рост вне зависимости. И посмотрите фильмы, сами послушайте, сделайте выводы. Записано видео, это было давно. Может, что-то, я уже не помню, там, я чуть действительно снесла свои коррективы, а что-то совпадает с действительностью чуть более, чем полностью. Хорошо. Группа ВКонтакте. Основной наш паблик, технология выживания и тактическая медицина, группа ВКонтакте. Там много новостей выкладывается, там можно записаться на курсы, можно книги заказать, много всего. Смотрите и друзьям сбрасывайте, кто к нам еще не пришел. Тема «Обучайте людей вокруг», она пересекается с другим. Прилагайте все усилия, чтобы медподготовка была у других людей рядом. Во-первых, если вдруг ранят вас, чтобы кто-то мог оказать помощь вам. А во-вторых, чем больше вокруг подготовленных людей, тем меньше вам нужно будет лично самому делать, лично самому оказать медицинскую помощь раненым. Будут другие, кто может с этим справиться. Так, ну, курс тактической медицины, я сказал, основан на личном опыте участия на Донбассе. Причем это был опыт общевойсковых боев, и причем я занимал должность тогда начмеда бригады. Сначала планируется на уровне бригады операции, а потом на уровне этом оно осуществляется. Лично. Вот личное участие очень важно. Когда ты сидишь в штабе, где стрелка нарисована, оно одно. А когда ты по полю ползешь, как я однажды выразился, по уши в грязи, по локоть в крови. Оказываешь помощь. Оно другое. И ты можешь проанализировать. Вот планировали так, получилось так. А что мы не так сделали, что не совпало? И сделать выводы, и справиться. Собственно, так всегда и делал. Для вас посоветую, кто будет участвовать на войне, ведите дневник. Разумеется, тяжело, там времени не хватает, то все. В крайнем случае, на диктофон надиктовывайте. Ну, во-первых, будете психотравмирующие впечатления из себя выбрасывать. И, во-вторых, тогда вы будете быстро замечать за собой ошибки. Потому что на свежую голову видно, что пошло не так. Прошло несколько дней, с момента боя уже подзабылись многие детали. Ну и вот. Собственно, этот курс был основным для создания базового курса. И вот сейчас пошла общевойсковая война, которая всех предупреждал. И основные наработки остались оттуда. Но очень многое изменилось. Что именно об этом мы поговорим сегодня. Цели проекта. Ну, на самом деле, по проекту технологии выживания тактической медицины все просто очень. Создание, повышение обороноспособности страны, подготовка специалистов по тактической медицине. И важные моменты. Создание сообщества тактических медиков. На днях мы планируем, даже, дай бог памяти, ну вот скоро проведем конференцию тактических медиков. Запись выложим в интернете, в телеграмме, в ВК. Посмотрите, ребята, которые имеют боевой опыт, кто сможет, там выступят, соответственно, и поделятся знаниями. Кстати, на прошлой конференции было народу больше, сейчас меньше. Чего? Смертность, тяжелые ранения, другие причины. Ребята, спешите подчеркивать знания, пока те, кто владеет информацией, они живы и могут ею поделиться. Так. Ну вот. Эта фраза, видите, смешная. Оценивая ситуацию в мире, мы оценим ее, типа, как, что тут весьма тревожно и так далее. Ну, вы сами можете посмотреть, там, год назад сделано, насколько мы угадали, да, не добавить, не убавить. Мне, когда отдельные люди мне говорят, что вот, типа, пророчества были, там, сколько-то лет назад, что точно сказали. Я говорю, во-первых, сказали очень не точно. Почему? Потому что многие вещи, которые я, которые сейчас произошли, что будет так плохо, даже я не ожидал. А если бы я сказал, все точно бы решили, что чокнулся. То есть, не совпали. Я думал, лучше будет. Второй момент. А не надо никаких пророчеств было. Достаточно было просто держать глаза открытыми и не бояться говорить правду. Только и всего лишь. Но с этим были проблемы. Так. Дорогие мои. Обычно я очень подробно рассказываю о тактической медицине у стран НАТО. Там, сколько-то минут. Это интересный такой рассказ, красочный. Сейчас постараемся сэкономить время. Скажу кратко. Наши враги, это Соединенные Штаты Америки прежде всего, НАТО, другие государства, которые в гробу нас видят, передовые в плане экономики и военной мощи, они развивали тактическую медицину все эти годы. У них своя тактическая медицина, очень высокооплачиваемая специальность и дорогая. Там по 400 часов на медподготовку в год тратят на рядового бойца, не считая бойцов спецподразделений. Кстати, парарески джамперс, парашютисты-спасатели, они же тактические медики, по-моему, из известных мне, это самая дорогая военная специальность, не офицерская, ну а такая, потому что там человека готовят 6 лет. Вот да. Ну, он может формально их забрасывают, чтобы они спасали экипажи сбитых самолетов, но фактически эти люди могут создавать и руководить партизанскими отрядами, диверсионными группами, планировать и осуществлять масштабные акты террора, ну потому что у них медицинское образование такое, достаточно серьезное, спецназовское, очень большая практика, много всего объединено. Так что тактическая медицина у них находится на высочайшем уровне развития. Об этом говорить можно долго, я сейчас постараюсь время сэкономить. Скажу кратко, это один вид, тактическая медицина передовых стран мира. Второе, то, что есть у наших невероятных небратьевых хохломутантов. Я почему использую термин хохломутанты, укромутанты, потому что это существа, которые по крови, по православию, по рождению были русскими, но мутировали в антирусских, и у которых цель существования уничтожить Россию, уничтожить православие, уничтожить нас с вами. Чем быстрее пройдет осознание этого, тем лучше. То, что у нас по телевизору продолжают говорить о каких-то ВСУ, о какой-то Украине, свидетельствует о том, что у нас врагов в пропаганде нашей же вроде как чуть больше, чем дофига, которые не враги, те в большинстве идиоты. То есть акценты в пропаганде расставлены катастрофически неправильно. Значит, так вот, у укромутантов тактическую медицину ставили пиндосы, они передали много наработок. У тех своя школа неплохая сложилась. Достаточно сказать, что года четыре назад, когда мы анализировали состояние дел с тактической медициной, я столкнулся с тем, что у них там было до десятка книг написано по тактической медицине разных, что преподавали тактическую медицину в колледжах, в институтах, везде, где. Было массовое движение. У нас в стране не сделано ничего. Я, да, коллеги из военно-медицинской академии периодически обижаются, когда их вспоминаю. Так вот, не касаясь работы госпитальной, я скажу про тактическую медицину, что работа отвратительная. Военно-медицинская академия. Посмотрите, например, что сделали за эти годы кахламутанты, посмотрите на себя, неуважаемые коллеги. И в довершение, пока я вот говорю, тактическая медицина, термин много раз использовал, может, не всем понятно, что это такое. Всё просто. Это оказание помощи раненому, заболевшему и так далее, в условиях боевых действий, с момента его заболевания до попадания в стационар. Как правило, настоящие врачи, они все сконцентрированы в стационарах, и до стационара раненому ещё нужно дожить. И, исходя из этого, развивать нужно в первую очередь тактическую медицину, потому что этот период от ранения до стационара, он самый критический, большинство народу гибнет там. Заметьте, я не использовал термин помощь раненому там бойцу, потому что бывает мирное население страдает, бывают там военнопленные, много категорий, которые нуждаются в медпомощи, вот помощь всем ним. И, соответственно, в ближайшие три дня мы с вами будем учиться, как это делать. Не боги горшки обжигают, там вполне, как сказал в своё время, «Клаузевиц» – военное дело просто и доступно здравому уму обыкновенного человека. Так что, в принципе, за три дня вы эту тему постигнете. Итак, второе направление – это тактическая медицина от этих недогосударств – Украины, Молдавии, Грузии, которым натовцы передали свои наработки, которые органично их соединили со старой советской школой, оставшейся от нас. И, к сожалению, получился неплохой результат. И третье – тактическая медицина для террористов. Всякие разные организации типа ИГИЛ и так далее, кто не знает, формально они из-за ислама, фактически там инструктора, деньги, управление – всё сплошь натовское или израильское, или то и другое. Вот такая беда. Соответственно, вот такие три направления тактической медицины есть в мире. И эти три направления, как головы дракона. Туловище у них одно, блок НАТО, и все три головы нацелены против нас. Это надо понимать. Уоррен Фарр – это создатель тактической медицины натовской, человек, который очень много сделал для неё. длительное время. Мне там разные люди, которые считают, что разбираются в этом деле, говорили, что врач не должен быть на поле боя, должен в госпитале сидеть, критикуя моё восприятие ситуации. Вот Уоррен Фарр – живой пример, кто как прав. Он в составе «Зелёных беретов» там группами, три-четыре человека их забрасывали на контролируемую Вьетнамом территорию, Вьетконгом. И они там месяцами, находясь на нелегальном положении, наводили удары артиллерии, авиации, совершали диверсионные акты, постоянно находились во враждебном окружении. Потом он служил в бригаде, предназначенной для штурмовых действий в городе. Он уводит несколько типов вертолётов, реактивных самолётов, подводную лодку малую. То есть действительно универсальный солдат с большой буквы. Он сейчас старейший, один из десяти старейших военнослужащих Соединённых Штатов Америки, человек очень титулованный, по заслугам, конечно же. И он создатель двух ежемесячных журналов по тактической медицине. Ежемесячно у них издаётся два журнала по тактической медицине. Сравните, вся наша военно-медицинская академия не смогла родить вообще ничего похожего. Вот на тему, да. Периодически коллеги на меня обижаются, я скажу кратко. Вот та вся кровь, все те тысячи погибших ребят на совести не только генералов, но и тех, кто должен был создать им адекватное медицинское обеспечение, этого не сделал. В 41-м году ваши предшественники массово стрелялись, потому что была честь, совесть и понимание той катастрофы, в которую они ввергли страну. Но, к сожалению, это не про вас, дорогие мои. И очень жаль. Ну и вот. Уоррен Фарр живой пример того, каким должен быть тактический медик. Потому что есть такая фраза, что десантник должен стрелять, как ковбой Джо, и бегать, как его лошадь. Вот если тактический медик не может бегать на уровне штурмовика, хорошо, и соображать, и стрелять, то он просто с подразделением не затащит и не попадёт туда, где его работа будет нужна. Вывод. В слове тактическая медицина, главное слово, тактическая медицина, подчинённая роль. Обязательно нужно вкачивать все военные скиллы. Вот человек хорошо знал, да, и он создал тактическую медицину. Путь его тоже не был услан розами. Тоже было большое количество всякой американской чиновной нечисти, которые ему мешали. Очень его начальство не любило за его инициативу. Зато многие его разработки, те же турникеты, гемостатики и много другого, сейчас приняты как стандарт во всём мире. Вообще, учтите, пожалуйста, что любое изобретение проходит следующие этапы. Этап первый. Да ну фигня, не может быть. Этап второй. Может в этом что-то есть. Этап третий. Да ну все так делают. Этап четвёртый. А разве можно как-то иначе? Поэтому, если кто-то вам говорит, что фигня не может быть, значит, вы просто находитесь на первом этапе. Остальные на нулевом. Они ещё не поняли. Ну, кратенько. По состоянию дела с тактической медициной у противника я сейчас подробно говорить не буду. Я уже сказал, что у них развитие очень опережающее. Можете посмотреть в интернете аптечка военнослужащего ВСУ сравнить с аптечкой нашей, например. Однако учтите, что здесь отставание далеко не кардинальное. Специальные эвакуационные автомобили массово у тех же хохломутантов в отличие от нас. И много-много другого присутствует. Об экзотике типа тяжёлых беспилотников для эвакуации раненых, которые американцы разрабатывают, я пока не говорю, потому что на поле боя их не встречал. Но не вызывать никаких сомнений, что в недалёком будущем они появятся. Причём, заметьте, наши сказали, что беспилотники не нужны, квадрики, никакие. И не развивали. А они развили, у них не только квадрики разведывательные на каждый взвод есть, но и тяжёлые беспилотники. Тяжёлые беспилотники их не сейчас, несут сложные комплексы обнаружения ночью, инфровизоры, теплоки, микрофоны. Мы уже сталкивались с такой заразой. Это крайне печально у тебя всё становится, потому что и днём, и ночью тебя видят, слышат во всём спектре и долбят артиллерией. Они несут ударные системы, ему не нужно с артиллерией согласовывать наводить некоторые уже до шести мин. Однако, если они сделают ещё более тяжёлый, который может вывозить человека, это вообще страшно представить. Представьте, если у него на борту будет 80 килограмм взрывчатки, это там, ну, не просто ящик будет, это будет 10, там, 12 миномётных мин, ещё что-то. Он один может роту разделать. Да? Благодарю вас, дорогой мой. Я просто сказал, я ещё, я ещё лично с такими не сталкивался, вот с такими, но, да. Так вот, а всё что? Что наши сказали, что не надо разрабатывать и даже не пытались делать, а они делали. Ладно. Так вот, дорогие мои, отставание по тактической медицине у нас очень большое от противника, и теперь, когда война началась, необходимо, как всегда у нас бывает, героическими усилиями ситуацию переломить и противника опередить, иначе нам кранты. Во всех областях, в частности, в области тактической медицины. В довершение. Дополнительно у меня вот мотивационный ролик есть, да, слайд «Потери мирного населения в войнах». Обратите внимание, тенденция не вызывает никаких сомнений. Если раньше Первая мировая мирняк гиб редко, то во Вторую мировую мирняку уже перепало сильно, а дальше количество убитых мирных по отношению к убитым военным всё возрастает. Связано это прежде всего с тем, что доминирующая военная мощь сейчас в мире Соединённых Штатов Америки. Цивилизация эта носит откровенно сатанинский характер, а является наследником пиратов и бандитов, которые её обосновали. А у них, у Америки сейчас концепция пяти колец. То есть, государство состоит из правительства, армии и спецслужб, экономики, населения и внешних экономических связей. Если ты бьёшь по армии и спецслужбам, они отвечают, несёшь потери. А пираты и всякие сатанисты, разве честный бой для них? Нет, потери нам не надо. Поэтому будем бить по мирному населению, чтобы оно заставило правительство сдаться. Чисто террористический способ ведения боевых действий, но для них он принят как классика. Кто не знает, в старину пираты также воевали. Подплывают к берегу, нет войск, грабят. Войска есть, нелётная погода, в другое место поехали. Поэтому то, что убивают мирняк, это результат именно их психологии, и по-другому они не могут. Единственный способ как-то с ними наладить отношения, это в руинах их столиц подписать безговорочную капитуляцию с ними тварями. Другого языка они не понимают. Хорошо, дорогие мои, в данном случае из этого ролика вывод очень простой. Даже если вы мирняки где-то там сидите, посмотрите на судьбу моих земляков из Донецка, это никак не гарантирует от того, что каждый день вам не будет что-то на голову сыпаться. Вывод. Постоянно нужно вкачивать медицинские навыки, постоянно нужно будет оказывать помощь пострадавшим, даже если вы будете находиться где-то в условно безопасной зоне. Изучайте тактическую медицину, потому что без нее кранты и вам, и вашим близким. Извините за краткость формулировки. Хорошо. Значит, теперь организации тактика медицинской службы. Это довольно давно сделан было нами слайдик для понимания, как устроена медицинская служба в условиях боевых действий, классическая, армейская. Есть медицина поля боя, санитары, санинструктора на поле боя собирают раненых, доставляют в полевые медицинские пункты, в полевых медицинских пунктах врач либо фельдшер оказывает первую помощь, далее доставляют в госпитальные учреждения, и госпитальные учреждения уже сортируют своими возможностями, доставляют в крупные госпиталя в относительно безопасных местах Ростов, Москва и так далее, где большое количество врачей, где лучшие условия для лечения, но раненый должен до этого момента дожить. На классическом курсе нашем, который я читаю, я очень подробно все это разжевывал, сейчас не буду, потому что, во-первых, произошло ряд изменений, во-вторых, мне нужно сэкономить ваше время, чтобы втиснуть вам более актуальные знания, более современные. Понимаете, какой бы человек мотивированный не был запихнуть в голову больший объем знаний, чем может она вместить за какое-то время, ну невозможно, что-то начнет высыпаться. Поэтому, кто захочет подробней, вот там, Сталинград 21-й экспедскурс, там есть лекция, я очень подробно каждый этапчик так разжевываю. Смотрите, какие тонкости появились по... Так, сейчас посмотрим, где у нас... Ага, вот, здесь получается следующее. Эвакуация с поля боя осуществляется главным образом автомобильным транспортом. Чисто теоретически наши, по опыту всякой Чечни, приводили примеры о том, что с медицинских пунктов полевых в госпиталя... Я по-простому называю госпиталя, потому что начинается медицинский отряд специального назначения, там, медрота, бригада, я вам начну говорить, вы будете сидеть, думать, что это? Так сказал полевой госпиталь? Ну, примерно все представляют, да? Палатки, сколько-то врачей, толпа раненых, ну, вот это оно и есть по-простому. Так вот, предполагалось, что не только с полевых медицинских пунктов вертолетами можно в эти госпиталя возить, но и непосредственно с поля боя. А из этих госпиталей самолетами будут возить далеко в тыл. Так вот, дорогие мои, действительность, как всегда, внесла свои коррективы. Я еще коллегам военно-медицинским говорил, и сейчас это, к сожалению, подтвердилось, что опыт Чечни, он сослужил, скорее всего, очень дурную службу нашим вооруженным силам. Почему? А потому что, на примере Чечни, частично Сирии и так далее, пришли к заключению, что война будет исключительно с тапочниками, группами легко вооруженных, немногочисленных врагов, у которых нет мощной артиллерии, само собой, нет авиации, нет достаточных танковых войск, короче говоря, гонять их можно как угодно, они сделать ничего не могут. И вот под это все и затачивалось наше вооруженное дело. А еще бы, готовиться к такой войне гораздо проще, чем готовиться к войне с сильным противником. По хорошему счету, опять же, опять же, Дим Юрьевич Пучков говорит, только массовый расстрел спасут Родину. Вот интересно, мы, генералы из Министерства обороны, мы готовились воевать по чеченскому сценарию. Извините, у нас есть Росгвардия, которой численность равна Министерству обороны. Тапочников гонять должны они, а вы должны готовиться к общевойсковому бою. Вы не готовитесь к общевойсковому бою, вы готовитесь гонять группу террористов, так вы или умышленные саботажники, или идиоты. В любом случае, вас нужно выгонять, оставить офицеров, которые будут готовиться к общевойсковому бою. Ну вот, ладно. Я почему делаю все время эти отступления, дорогие мои? Некоторым кажется, что да, есть даже умные люди, которые мне объясняют, что вот, типа, нужно сделать акцент на медицине. И если человек не подготовлен грамотно в тактическом смысле, ему акценты на медицине не помогут, его быстро убьют или ранят, и на этом вся его деятельность закончится. Наоборот, если ты тактически грамотный, даже если медицина у тебя прихрамует, ты одному оказал помощь, второму, и потихонечку скилл вкачал. Главное, чтобы ты оставался живой и продолжал работать. Вся моя работа, вот уже получается три войны, этот тезис постоянно подтверждает, поэтому, товарищи-теоретики, которые находятся на диване, могут продолжать считать, что нужно на чём-то там сделать акценты. Кто считает, что я не прав, милости прошу, поеду, даст Бог в следующий раз, пусть проезжает, поедет со мной и в поле мне докажет, что он более прав, чем я. Ну, как бы, всегда готов рассмотреть новые мысли здравые. Кстати, ряд упражнений, которые были у нас в базовом курсе, приехал один товарищ-практик, мне говорит, ну, типа, они не обязательны. Я говорю, да, вижу, если есть время, можно их дать, но теперь акцент будет другой. То есть, к тем, кто действительно здравые вещи говорит мне, находясь там, на поле, я всегда прислушаюсь, никогда в бутылку не полезу, потому что это же жизнь, и не только вас, ваших курсантов, но и моя. Если я что-то делаю неправильно, всё может закончиться. Война – лучший учитель. Она отсеивает всё ненужное и концентрирует внимание на всём необходимом. Хорошо. Так вот, дорогие мои, кратенько закончить по этой схемке. С вертолётами настал звездец, потому что вертолёт стоит дорого, а сбить его можно очень много чем в современных условиях. И, соответственно, эвакуация, да, и эвакуация с поля боя на транспорте автомобильном тоже встретила значительные трудности. Почему? При современном уровне развития средств поражения, я дальше поговорю, в том числе противотанковых, даже на бронированной технике, а уж тем более на небронированной, очень часто крайне проблемно приехать туда, где раненые. То есть, с эвакуацией раненых вот этот и вот этот этап и возникли большие трудности на современном этапе развития. Далее, ребят, сразу скажу, вот этот полевой медицинский пункт, это, как правило, у кого в подразделении есть какой-то медицинский специалист, оно и есть, но он часто объединён вот с этим, с полем боя. Обычно вот этих полевых медицинских пунктов, как таковых, нигде нет, и нужно узнавать, где находится медицинское учреждение, вот это. Самому, как правило, узнавать командование этого не знает. И, когда у вас раненые, нужно чётко понимать, как вы раненых доставите, чаще всего, прямо с поля боя, вот сюда. При этом, да, я уже пошёл некоторые моменты, я говорю, которых не было на базовом курсе, ну, извините, времени написать книгу, продумать, а потом красиво представить, у нас с вами нет, поэтому книга рождается прямо сейчас. Итак, что я хотел сказать, ребята, ввиду того, что очень мощное развитие средств поражения, очень далеко сдвинулась жёлтая зона, да и красная. Вывод, приходится оказывать помощь раненым прямо в машине, когда едешь по полю, его вывозят, раненых там куча лежит, в том числе ночью, прямо в этих условиях приходится бинтовать, жгутовать, гемостатики, перевязывать, шины накладывать, далеко не всегда есть возможность где-то остановиться в безопасном месте, обработать всё это. Вот до такого доходит. Ну, как бы закономерно, каждая война новая, не похожа на предыдущую, вот появились тонкости. Раньше я всегда говорил, что нужен полевой медицинский пункт, дорогие мои, привозишь туда раненых, и там спокойно им оказываешь помощь. Ещё и говорил, что невозможно в машине качественно обработать. Ну, вы знаете, да, как сказать, необходимость матер свершений. Если нет возможности никакой остановиться, то приходится тренироваться и делать всё, в том числе и в транспорте. Так вот, в классической нашей системе медицинского обеспечения, да, я до войны говорил, что будут у нас проблемы с госпиталями. То есть, у нас отсутствие массовой военной подготовки у медиков, кафедры закрыты, такое всё. отсутствие послевузовской военной подготовки. Соответственно, у нас мало подготовленных резервов для того, чтобы развернуть много госпиталей. И второе, у тех, которые какую-то подготовку прошли, крайняя слабость мотивации, отсутствие идеологической базы, то есть, медики воевать не пойдут, госпиталей будет не хватать. Второе, техника старьё, и её мало. Всё это правда оказалось, но самый важный момент, самый важный момент, вот он, крайне уязвимость госпитальных структур для современных средств поражения. Есть видео из Карабаха, когда разносят палатки, госпиталя. Можете в интернете посмотреть, когда, сколько угодно сейчас есть, когда на Украине нанесли удар по госпиталю, там всё горит. Соответственно, вывод очень простой. С госпитальными структурами сейчас проблемы, их поневоле размещают далеко в тылу, они часто перемещаются, а когда вы находитесь на театре военных действий, у вас раненые, вам нужно раненых быстро довезти куда-то, где их подлечат. Вот с этим большие сложности, дорогие мои, учитывайте. Кто-то из натовских спецов сказал, в спасении жизни раненого только 20% это медпомощь ему, 80% эвакуации, не добавить, не убавить. Соответственно, понимание, куда будете вывозить, и наличие транспорта, и связи, и всего остального, чтобы быстро это сделать, это ключевой момент в вашей работе. Грубо говоря, если нет бинта, перебинтовать можно его простенёй рваной. А если нет машины довезти, то на себе ты не донесёшь. Вот правильно проставленные акценты основа в работе вашей будет. Так вот, смотрите, вот это наша классическая система представлена, и здесь показано, что в условиях масштабных боевых действий вот это вот звено, извините, вот это вот звено выпадает, потому что оно находится далеко, по нему будут долбить артиллерия, вражеское, СЗО, как я говорил, так, в общем-то, и получилось. Соответственно, что делать? До войны я советовал по опыту Донбасса следующее взаимодействие с местными гражданскими больницами, потому что на Донбассе врачи были нам лояльны, и медицинский персонал охотно работали. Теперь, когда мы вступили на территорию, если бы мы всё сделали в 2014 году, было бы другое, но мы 8 лет потеряли преступно, я считаю, не бездарно, за 8 лет там вырастили антирусскую нечисть, я как сейчас помню, хорошо, что у меня на правое ухо вообще слуха нет после всех контузий, и левая плохо слышит. Воспитали, беседовали, и одна там врачиха говорит, вот типа, если вы наших ещё дальше прогоните, то я уеду отсюда. Я не понял, кто для неё наши, а то закончилось бы всё очень плохо. Так вот, вывод очень простой. Естественно, даже если есть где-то гражданские больницы, работающие на такой территории, туда раненых не повезёшь. Вот я на прежних курсах говорил, гражданские больницы, поправка, только на лояльной территории можно так работать. Донецк, Луганск. Учитываем этот фактор, дорогие мои. Кстати, у кромутанты, я не думаю, что они наши лекции слушают, они просто, в отличие от наших военных, мозги в голове имеют, что меня страшно огорчает. Так вот, они массово используют гражданские больницы для доставки раненых. Наши умники смеются. Вот, типа, мы в госпиталя везем, а они в больницы. Ха-ха-ха. Я хочу сказать, недавно мне стишок говорили, там, ну, какой-то смешной стишок, я подробно не помню. Ну, там говорится, что мы там за добро, за все такое. А кто против добра, взять за волосы и бить башкой, пока руки не устанут, а пол. Так вот, я бы вот наших начальников, которые такие идиоты, ну, если ты идиот, уволься с должности, не гробь народ. Первое. Когда ты отвозишь раненых в гражданские больницы, ты резко рассредотачиваешь раненых, выводишь их из-под удара. Один госпиталь раздолбать, сколько угодно. Множество маленьких больничек, никто не будет за ними гоняться. Первое. Второе. Ты резко снижаешь нагрузку на госпитальные структуры военно-медицинские, ты можешь их концентрировать на решении важных задач. Третий момент. Ты вызываешь умершесного населения, сочувствующее, что вот воины приехали, дополнительную спайку, дополнительно, ну, по-хорошему вяжешь кровью. Сочувствие вот этих всех тварей, которые там живут, воюющим против нас, оно создается такими мерами, комплексами, продумывается. А у наших идиотов в погонах хватает только ума смеяться. Грустно, очень грустно. Короче говоря, поняли, да? По использованию вот этих вот структур гражданских, только если они вам лояльны. Вообще, по-хорошему, по-хорошему. В военное время это делается довольно просто. Заняли вы какой-то город. Есть там больница. Приезжает туда группа СМЕРШ. В интернете, даже не надо следствий вести, в интернете все есть. Кто из врачей больничных хорошо отзывался про ВСУ, кто призывал убивать русских и так далее. Вывезти 5-6 штук. И прямо у стены шлепнуть, чтобы все видели. Просто пуля в затылок, мозги на стену. Поставить двух-трех специалистов своих, которые будут контролировать остальных. Поставить группу, которая будет охранять это здание. И можно использовать, и все остальные будут работать хорошо. Так нужно делать. Вот это наше паньканье с нелюдями, сатанистами, которые настроены нас убить. Нам кровь большой уже стоила, будет стоить еще большой. Наши так не делают, поэтому, увы. Я вам зачем рассказываю? Затем, что у нас в стране есть национальная традиция. Пока Москву не сожжет Наполеон, не начинаем думать, что надо что-то делать. Я думаю, в этот раз, да, беседовал позавчера, по-моему, или вчера, не помню, один хороший профессионал обменивался мнением, он говорит, да не, говорит, пока две трети населения не убьют, остальные не задумаются. Я говорю, ну, похоже на то. Ну, вот, оставайтесь в одной трети, потом задумайтесь, и, наконец, начнем применять технологии. Сейчас я вам объясняю. Вы меня слушаете и думаете, да ну, какое-то зверство, дичь несет человек, не может быть. Чуть побываете там, чуть столкнетесь с теми, что делают они. Знаете, как один товарищ сказал, я, говорит, думал, что Юрьич много преувеличивает, сгущает краски. Как пообщался с людьми, которые там были, особенно побывал там, думаю, да не, еще много смягчил и многого не досказал. Ну, тогда поймете правоту, к сожалению, не мою, а самой жизни. Сама жизнь объясняет, что раз пошла драка, драться нужно. Как Суворов говорил, дерись жестко, дерись жестоко, дерись беспощадно. Недорубленный лес снова вырастает, живых с поля врагов уйти не должно. И много чего говорил. А у нас пытаемся играть в гуманизм, жалеем врагов, гробим своих. Вот так оно бывает. Хорошо. Пойдемте дальше. Значит, по организации структур примерно поняли, когда вы находитесь на театре военных действий, у вас всегда задача, вот есть понимание, вы находитесь здесь. Сразу нужно узнать, где находится госпитальная структура, ближайшая, каким путем к ней ехать. И раненых доставлять туда, потому что без этого вы работать не сможете. Так. Задачи тактических медиков. Ага. Хорошо. Давайте, перед тем, как рассказать вам... Угу. Сейчас подумаю. Угу. Давайте, разберем задачи тактических медиков, потом я немножечко окружающих по Раду и, наверное, расскажу особенности современного боя. Так вот. Задачи тактических медиков здесь написаны. Первое. Медицинская помощь раненым на поле боя. Своё подразделение, соседние и приданные подразделения, мирняк, гражданские и военнопленные. Это понятно. И медицинская помощь вне поля боя те же самые категории. Значит, вне поля боя работы больше, чем на поле боя, если вы хороший медик. Почему? Потому что ранения далеко не все получают, а постоянно заболевания самые разные у людей. Какие-то проблемы со здоровьем все к тебе идут и всем нужно уметь помочь. Поэтому я на какую бы задачу не выходил, у меня в рюкзаке различные медикаменты не от ранений, а от заболеваний по весу занимают объём, ну, больше, пожалуй, наверное, или не меньше, чем бинты и времени на это уходит, ну, как бы, больше, чем на оказание помощи при ранениях. Второй момент важный. У меня написано на поле боя, вне поля боя, но современное развитие артиллерии очень сильно размыло всё. Вот, по моему опыту в том подразделении, где я был, потерь в тылу от воздействия вражеской артиллерии была, ну, сопоставима с тем, что было на поле боя вообще, дорогие мои. Поэтому понятия размыты, иметь под рукой всегда всё надо, быть готовым применить всегда всё надо уметь. Соседние приданные подразделения, ребят, когда начинаются активные бои, я вот хорошо помню, я помощи оказал раненым из соседних подразделений заметно больше, чем из своего. Потому что, как правило, у них-то медицины нет, даже если у вас есть. Соответственно, куда раненых потащат? К вам. К этому надо быть готовым. Вывод. Медицину надо запасать дофига на любую задачу. Есть такая теория, я стараюсь по максимуму экономить ваше время и своё, очень много материала интересного нового, но не могу не сказать. Есть такая теория у некоторых наших диванных теоретиков о том, что нужно брать медицины с собой на 30% личного состава в подразделении. Почему? Ну вот, если бой идёт, если 30% ранили, то процентов там 10-20% убили, 50% потери подразделения неспособны, бой заканчивается, значит, хватит. Ответ очень простой. Запросто может сложиться ситуация, когда у вас притащили кучу раненых из других подразделений и у вас уже медицина закончилась, их тащат, тащат, тащат. То есть, может быть такое, что количество пострадавших будет больше, чем 100% вашего небольшого подразделения, потому что вокруг все есть и ни у кого медицины нет. Брать нужно много всего, с собой, уметь все это применять, уметь применять быстро. Значит, вот две основные задачи медика. Лечение раненых на поле боя, лечение в перерывах между боями. Для успешного решения этих задач нужно успешно уметь решать дополнительные задачи, вспомогательные. Задача первая. Логистика и транспорт. Я вам несколько раз сказал про эвакуацию, да, дорогие мои, запомните, пожалуйста, что вам обязательно нужно транспортное средство, чтобы раненых доставлять в тыл. При этом транспортные средства, желательно хотя бы одно иметь специализированное медицинское, потому что теоретически говорят, да ладно, в случае с чего КАМАЗ приедет, отвезем. Практически именно тот КАМАЗ, который нужен, не приедет, потому что подбили, потому что нет бензина, потому что его отправили за снарядами и по тысяче других причин. Второе. КАМАЗ очень плохо подходит для вывоза раненых и так далее. По хорошему счету с поля боя раненых вывозим на бронетехнике типа МТЛБ, что-то если есть, в ближний тыл хотя бы на пару километров, а там уже перекладываем их в автобусе, ну типа знаете УАЗик, Буханочка, либо еще что-то с мягким ходом плавным, который по дороге раненого довезет. Это идеальный вариант, он не всегда достижим, но к нему желательно стремиться. И будем помнить, что транспорт это не только машина, это еще водитель к ней, это запасные части, это много чего еще, что только в комплексе работает. Вот понимаете, я так сказал кратенько, большое желание все это развернуть очень подробно, но много чего не успеем, скажу кратко. Вот у вас есть буханка, машина, у вас есть рюкзак с каким-то своим имуществом, есть несколько рюкзаков с медициной, оружие, когда все это сложено, раненого положить негде. Выкинуть все это, чтобы увезти раненого невозможно, оно потеряется. Вывод какой? Есть багажник, например, на крышу, можно туда что-то положить, есть такие органайзеры из носилок, на стены мы навязали, что туда можно привязать все, пол освободить, можно работать. Не сделал этой мелочи, работать невозможно. И из таких мелочей вся работа и складывается. Хорошо, логистику и транспорт примерно поняли, что это. Второй момент, обучение личного состава. Ну, что касательно обучения личного состава, то тут все довольно просто. Обучать людей нужно постоянно, беспрорывно, каждую свободную минуту. По той причине, что, во-первых, чем больше обученных людей, тем легче вам лично. В бою, если кого-то ранят, то обученные люди ему окажут помощь, либо он сам себе окажет, и вероятность, что он доживет до вас и до госпиталя, сильно возрастает, чего вам и надо. Второе, если, не дай Бог, ранят вас, они окажут помощь вам. Третий момент, много обученных людей, есть кому дать таблеточку, оказать помощь, впервые между боями, нагрузка на вас меньше, не вся толпа к вам лично ломится. Как обучать? Обычно, если есть время, как мы делаем, на обучение, на роль медиков, выдвигают три категории бойцов. Первое, те, у кого есть медицинское образование, это логично. Второе, те, у кого медицинского образования нет, но они сами очень хотят стать тактическим медиком. И, наконец, третья категория, самая многочисленная, это самое бесполезное животное в подразделении. То есть, тот, кто слишком слабый, чтобы носить пулеметы, слишком тупой, чтобы быть связистом либо снайпером. Говорят, о, по глазам видим, будешь медиком и пинком к тебе на курсы. Вы даете приказ, значит, командиру взводу, например, чтобы с каждого отделения прислали по паре человек на подготовку к вам. Приходит к вам такая группа вот этих одаренных уникумов, вы на них посмотрели с печалью и провели три дня занятия. Вот как я вас учить буду, вы так будете учить людей, в лучшем случае, если у вас будет три дня. Вот, значит, они возвращаются в подразделение, у них глаза сияют неземным светом, потому что знания, которыми вы их напичкали, они много новых слов узнали, знания изнутри давят на черепную коробку, они даже начинают что-то там в попад говорить, чем поражают командование. Командир на него смотрит какое-то время, переродился, говорит, ба, да он не безнадежен и назначает его связистом либо снайпером. Так вы потеряли медика, зато подразделение приобрело полноценную боевую единицу. Вы сильно не переживайте, вы тихонечко вырвались себе под нос и говорите, отправляйте мне следующую порцию буратин на обтесывание. Таким нехитрым способом вы сильно повысите боеспособность подразделения, потому что война это не кто кого перестреляет, а кто кого передумает. Чем лучше умеют думать ваши бойцы, тем больше шансов на выживание всех вас. Вот так вот. Да, ничуть не шучу, дорогие мои, на войне достаточно быстро учатся даже те, кого еще с детства считали в принципе неспособными к обучению. Достаточно только уделить людям внимание и чуть-чуть постараться. Вот с этим у нас проблемы. Подразделенных инструкторов мало, а уж тех, кто любит свое дело и старается им заниматься, тем более мало. Тем более, война это холод, голод, напряжение, много всяких факторов учить людей тяжело. Но надо. Надеюсь, я вас замотивировал. И принцип понятен. Да, настоятельно рекомендую и видео наше скачать там телефон, ноутбук, чтобы могли показать людям там у себя по месту жительства, по месту службы и книжками обзавестись, тогда вам легче будет вести занятия. Книжки для этого и писались. Далее. Самоподготовка. Дорогие мои, я все время говорю, некоторых это напрягает, но тактический медик это должен быть самый ответственный, самый универсальный боец подразделения. Потому что, во-первых, когда ты будешь дальше вот коснемся, тут начать да закончить, во-первых, во-вторых, в-третьих, во-первых, в годы Отечественной войны нередко описаны случаи, когда немцы там атакуют, всех побили, поранили наших. И есть два сценария развития событий. Первое. Санинструктор такая-то, такой-то, огнем из пулемета, миномета атаку отбил. Второй вариант. Если он не умел пользоваться пулеметом, минометом, автоматом, гранатами отбивался, убит вместе с ранеными. Вот я всем желаю, во втором случае можно получить звезду героя, в первом, медаль за отвагу. Вот я всем желаю лучше получить медаль за отвагу, но не посмертно. Поняли, да? Вывод. Если ты умеешь обращаться с тяжелым пехотным, твои шансы на выживание больше. Изучайте в рамках самоподготовки. Второй момент, шире даже касаясь, помимо тяжелого пехотного, помимо транспорта, связи, почему все это нужно знать, почему все это нужно знать тактическому медику. Смотрите, у меня следующий пункт. Планирование и штабная работа. Вы думаете, где штабы, где я? Нифига подобного. Думать нужно каждому, даже если вы медик отделения, тем более взвода, и мыслить нужно на уровне своего непосредственного командира, то есть, например, во взводе взводного. Почему? А потому что у вас должно быть заранее понимание. Вот мы находимся на позициях. Вон там, там, там у нас гнезда. Вон сектора обстрела. Если противник нанесет огневое поражение, будут там раненые, куда я их буду выносить, где им буду оказывать помощь, с кем я свяжусь, чтобы их эвакуировали. Дальше больше. Вы быстро придете к выводу, что в одно лицо и отражать атаку противника, и выносить раненых, и прикрывать это все вы не сможете. Значит, что? Вам нужно грамотно руководить процессом, то есть, вам нужно организовать огонь тяжелого, пехотного, там, пулеметов, что у вас есть, автоматических гранатометов на прикрытие. Вам не помешает вызвать огонь минометов, если они есть в тылу. Вам нужно будет вызвать транспорт, вам нужно будет командовать группой, которая раненого выносит, они редко еще и там либо командуют, либо помогать тем стрелкам, которые непосредственно отражают атаку. Поняли? Значит, чтобы всем этим грамотно рулить, Нужно все это знать и уметь. Если ты всего этого не знаешь, не умеешь на базовом уровне, ты рулить не сможешь. Вот поэтому самоподготовка это изучение всех видов оружия современных, умение применять их, средств связи, транспорта для медика обязательно. Вы так сильно не переживайте, на войне есть два способа. Тупо впасть в ступор, ждать, когда все закончится. Часто заканчивается быстро, но не так хорошо, как хотелось бы. Либо постоянно учиться, совершенствоваться, развиваться и тогда прийти совсем другим человеком гораздо с более обогащенным багажом знаний и другим развитым волевым началом такое все. Вы в годы Отечественной войны, я понимаю, что опыт сильно давний для нас и мы теперь с муками все это будем восстанавливать. Кто не читал, обратите внимание, погибло очень много людей, десятки миллионов. Кто вернулся, говорили, вот он фронтовик и сразу уважение. Уважение не просто, потому что он где-то когда-то сделал что-то, а как правило, это были люди, разительно отличающиеся от остальных и смекалкой, и волевым началом. Так вот, оно само по себе не бывает, это делается в ходе упорной работы над собой, находясь там. Так вот, по изучению оружия сказал, по изучению техники сказал, по планированию сказал, все довольно просто. если у нас штабная работа, есть планирование. Штабная работа, это касается непосредственно планирования боевых действий. Вот вы находитесь на позициях, думаете, если будет приказ наступать, как там будут ранены на левом фланге, на правом, куда их понесем, куда их повезем, карту посмотреть обязательно, бумажных карт не будет, значит, нужен телефон с картами, симку туда не вставлять, а то вас запеленгуют. Ну, много всяких таких мелочей, из которых все и складывается. Теперь, если оборона, то же самое, вы все планируете, как делать, я уже кратенько сейчас сказал, дальше подробно разжуем. И теперь следующий момент планирования. Вот штабная работа отдельно, планирование отдельно. О чем речь? Посмотрите, сколько всего нужно делать тактическому медику. Тут еще, кстати, будет добыча ресурсов, склад. Если ты не умеешь грамотно свои действия планировать, ты просто офигеешь и ничего не сделаешь. Вывод. Листик, карандашик, записываешь все, что хочешь сделать, что сделал, стираешь, новое записываешь. Я еще блокнотик отдельно маленький ношу. Постоянный учет задач, планирование, дальнейшая их разработка, тогда у тебя дело будет медленно, но продвигаться вперед. Иначе ты будешь просто не помнить, что сделано. Подскажу всем, у нас сплошь милитаризм, да. Так вот, я однажды, я помнится, сломал ногу и лежал у себя в огороде, редкий период относительного спокойствия у меня. Мне позвонили, спрашивают, как дела? Я говорю, чудесно. У меня в огороде даже пчелы с троем летают. Вот я вам всем желаю, чтобы у вас так было все, ну, стремиться к этому организовать. Ребят, почитайте в интернете, есть книга, называется «Джедайские техники». Автор, по-моему, Дорофеев, могу сбрехать. Главное, джедайские техники. Почитайте. Очень толковая книжка. Там на простых примерах написано, как повысить эффективность кардинально своей работы. Рецепт простой, в двух словах. Ты не можешь одновременно помнить и думать что-то одно. Если ты пытаешься удержать память, и ты думать не можешь. Записывай по максимуму все, и ты разгрузишь мозги. Там много других есть, но этот самый простой. Так вот, без планирования ничего у вас не получится. Планируйте. Планировать очень просто. Запланировал, записал. Какое-то время не сделал, подумал. Почему не сделал? То ли сильно сложная задача разбить на подпункты, то ли вообще не делать, выкинуть нафиг. И так далее. Потихоньку движемся. Добыча ресурсов, склад. Ну, тут все просто, дорогие мои. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Если вам кто-нибудь что-нибудь и привезет свыше, то это будет дар богов и слава богу. Однако, везет тем, кто везет. Нужно уметь добывать медикаменты самим. У нас есть методичка, вон, опыт Сирии, сегодня вечером будет презентация, книг скажу. Там черным по белому написано 20 способов добывания медикаментов. Ну, как бы достаточно, да? Ну, и различные вариации, как это все делается. Ничуть не шучу. Если хочешь что-то сделать, сделай это сам. Старый, но не утративший свою актуальность, истинный. В принципе, сделать можно. Опыт показывает. Поэтому, дорогие мои, желаю вам успехов. Вот, соответственно, таковы задачи тактического медика на современном этапе. Задачи каждого из вас будут в подразделении. Уверяю, кто наш курс прошел, какой-то кипиш начнись, хоть в подразделении, хоть по месту жительства. Вы так или иначе вынуждены будете, столкнетесь с необходимостью налаживать медицинскую помощь окружающим. Поэтому, вникая сейчас, уже примеряйтесь и отнеситесь к этому спокойно. Тактическая медицина, как бы, большая военная специальность, по крайней мере, вам не придется без крайней необходимости лично кого-нибудь убивать из противников. Ну, многие к этому испытывают предубеждение. Касательно самого себя и моих взглядов на эту тему я сейчас говорить не буду. Это отдельная тема. А вам уже легче. Даже если дойдет до войны, вы спасаете жизнь. И такое все. Никакой внутренней коллизии и противоречия, насколько я понимаю, ни у кого это не вызовет из вас. Теперь. Порядок действий тактического медика, когда вы находитесь где-то на позициях. Мы рисовали для городского боя по опыту боев на Донбассе. Сейчас далеко не всегда бои идут в городе. Схемка вот такая. Она не утратила своей актуальности. Я просто сейчас дам ее чуть новую расшифровку, которая отличается от прежних лекций. Итак, находитесь вы где-то на позиции. Кстати, это вот вот эта же ситуация, вот эта, это медицинское обеспечение оборонительного боя. То есть, находитесь вы на позициях, личный состав судорожно копает окопы. Ваши действия, вот вы тактический медик, крестик. Первое, что, решить вопрос с транспортом. Если своей машины нету, то родить как угодно, договориться с командованием, где-то решить транспорт. Все время, я недавно один из хороших специалистов прислал мне замечательную свою статью. Вот там шикарный тезис написан о том, что до боя никто вообще не задумывается, куда и как эвакуировать раненых. И с появлением первых раненых начинается хаос и бой прекращается бедлам. Вот в целом у нас так и есть. Давайте, чтобы у вас подразделения такого не было, вам нужно заранее закошмарить командование описанием, какой будет кошмар, если транспорта не будет. Транспорт родить, убедиться, что транспорт проходимый, а то у нас был случай раненого загрузили в буханку, а проехать она не может, потому что после дождя дорога размякла, а у него позвоночник перебит. И как бы, да, вы поняли. Да, еще хорошо, что противник не начал наступление в этот момент, все было бы еще веселее. То есть, транспорт первым делом нужно родить. И сразу, кстати, понять, а в условиях современной активной войны это самый первый пункт. Почему? Потому что если у вас образовался раненый, противник там наступает, наши отбиваются, вам надо срочно везти, а вы не знаете, куда его везти, у вас проблема-проблема. Так, если вы понимаете, куда везти, уже сильно легче. Поехали, вернулись. То есть, связь с тыловым медицинским учреждением это не пятая по очереди, а как бы не вторая сразу след за транспортом задача. связи-то реальные, там у нас никакой нет, дорогие мои. Это в гражданской жизни взял телефон, там 911, спросил, где ближайшая больница, и то они всегда скажут. Но зато в интернете можно забить, тебе покажут карты. А там ничего этого не работает. Спутники не работают. На карте военные госпитали, которые прячутся в лесах, не обозначены. А связи какой-то с командованием, ну, основных команд, кто участвовал, несколько. Первое. Идите туда, там никого нет. Команда вторая. Идите туда, там на месте разберетесь. Вот, дорогие мои, таким образом исчерпывается, как правило, весь инструктаж вам обо всем, ну, и в том числе по госпиталям. Надо самим искать будет. Я сожалею, если я много кого-то огорчаю, дорогие мои, я, когда проводил занятия одному из подразделений спецназа, сидят они такие молодые, красивые, это задолго, до войны было. И вот я веду, веду занятия, там рассказываю, рассказываю, ну, вот если противник работает с ПТУРов, там то, все. А кто умеет с ПТУРов? Раз. Вот сидит толпа типа вас, никто. Я говорю, хорошо, говорю, кто умеет с гранатомета, автоматического, с танкового, опять никто. Я говорю, с крупнокалиберного пулемета, опять никто. Я говорю, с ПК кто-то умеет, раз, двое, там трое подняли руку. Я говорю, ребята, поздравляю, вы трупы. Как только начнется большая война, вы что думаете, автоматиками что-то решить? Да вы просто не дойдете на дальность их работы. Вперерыв мне офицер их не говорит. Да, Юрий Юрьевич, нагнали вы страху на личный состав. Я говорю, пусть они лучше будут испуганные сегодня, чем мертвые завтра. Поэтому, если я вас огорчаю, дорогие мои, я вас прежде всего побуждаю судорож начинать учиться, увеличивать багаж знаний своих. Вот прежде всего главная цель вашего занятия сегодня, завтра, послезавтра понять необходимость знаний, понять, что у вас их маловато, но наметить себе направление, куда развиваться. Поэтому в стопор не впадаем, делаем творческие выводы и учимся. Так вот, следующим моментом организация медицинского пункта. Если это где-то в лесу, в поле, так копать придется, и копать придется много. Маскировать придется, и придется много. Но без этого не обойтись. Помимо раненых, вам нужно где-то положить рюкзак, вам нужно самому где-то выспаться. И выспаться не так, чтобы как однажды было у нас в ситуации, когда уже выводили в поле. Одна ночь. Ливень такой, даже залезли под машины, вроде как на тебя вода не льется. Но влажность такая, что все мокрые. Потом вторая ночь, и все простудились. Вот, во-первых, нужно оборудоваться так, чтобы даже в таких условиях вы нормально сохранились, чтобы оружие не отржавело, чтобы у вас было в вашем медицинском пункте была возможность и разместить все, и самому разместиться, и раненых разместить, и дальнейшими пунктами провести занятия с личным составом, провести занятия с личным составом, вот оно у нас, седьмой пункт. Далее, провести планирование, подготовку, вот шестое, самообучение, добывание ресурсов, их тоже сюда тащите, словом, все упирается в вашу норку, к вашему медпункту, его нужно оборудовать. Движемся дальше. Установление связи с позициями. Обязательно нужно ножками обойти все позиции, просто по рации договариваться. Это совершенно не вариант, вам нужно знать, где что находится, чтобы, если будет бой, вы четко понимали, где раненые, куда бежать, где оказывать помощь. Стоит на позициях тяжелая пехотная, обязательно надо с него уметь вести огонь, потому что, если какую-то позицию накрыли, размотали, там раненые, убитые, противник слышит, что оттуда огонь не ведется, атаку будут направлять именно туда, а вы туда прибежали, оказывать помощь раненым. Значит, нужно стрелять с чего-нибудь тяжелого, пехотного, дабы атаку отбить, помним, да, чтобы непосмертно вас наградили, боже упаси, ни в коем случае. Не для того трачу столько сил на обучение вас, чтобы потом так печально все закончилось. Как говорится, не надо, говорит, умирать за свою родину, надо сделать так, чтобы за родину умер ублюдок с той стороны, за свою. Вот, чего вам всем и советую. Так, значит, смотрим дальше. По обходу позиций я вам скажу. Вот этот обход позиций это та еще фигня. Лес могут закидать лепестками, и каждый шаг может быть чреватым потерей ноги. Могут быть мины непредсказуемы. Может быть, как у нас в прошлый раз, танк стреляет, а надо ходить. Много всего, но все равно это неизбежный этап, надо его делать только аккуратно и осторожно с учетом всех этих факторов. Так, четвертый фактор. Планирование, подготовка путей отхода. Нужно четко понимать, откуда, куда потащишь раненых. Нужно ориентироваться на складки местности, выносить раненого по низинам, оврагам. Нужно смотреть, где места, где можно замаскироваться, помнить, что с беспилотника могут наблюдать и скинуть что-то с беспилотника и с миномета, по-моему, могут долбить корректируемого беспилотником. Этап... Так, что у нас? Транспортировка раненых в гражданскую больницу либо в военное медицинское учреждение. Включает в себя три этапа. Первый. Подготовка к транспортировке погрузка в автомобиль. Ну, лучше всего, конечно, я вам рассказал, что бывает, что приходится в автомобиле там перевязывать, жгутовать, но лучше все это сделать заранее, а в автомобиль грузить готовенького к перевозке. Если так сделали, то хорошо. Второе. Транспортировка по военным дорогам. Тут целый ряд тонкостей. Во-первых, большое количество техники тяжелой, особенно если ночью вывозишь. Желательно и прибор ночного видения иметь. Желательно уметь водить в темноте транспорт, тренироваться заранее. Нужно хорошо знать маршрут. По возможности выбирать те дороги, на которых не столкнетесь с крупным транспортом. нужно обучать личный состав противозасадным действиям, потому что нередко бывают случаи, что при попадании в засаду даже не знают, что делать, совершенно не обучены. Мы раньше на курсах учили, сейчас, видимо, не будет получаться ввиду того, что времени маловато. А так, тоже очень важный момент, дорогие мои. Теперь, следующее. Передача раненого в гражданскую больницу. Вот он, следующий момент. Ну, с военными больницами тут попроще, с военными учреждениями приезжаешь, у них налажена служба приема. Что же касается гражданских больниц, то, если ты заранее не установил контакт, ты пока ее нашел в городе, потом пока нашел приемное отделение, потом пока забежал, начинаешь громко кричать, что вы тут спите, а мальчики тем временем умирают, на ваши вопли, пока вышла дежурная медицина, словом, взаимодействие нужно налаживать заранее, нужно приехать, установить контакт, по возможности обменяться телефонами, много всего, но это с гражданскими больницами. С военными медицинскими учреждениями это проблематично, потому что они друг друга сменяют, перемещаются, но, как правило, приехали, привезли раненых, они уже быстренько схватились, разобрались. То есть, в этом пункте еще раз вопросик. Повторить вопрос, а, для трансляции. Оптимальное размещение, дальность оптимального размещения госпиталя от линии расположения боевых подразделений. Правильно я вас понял? Теоретически, чем ближе, тем лучше. Практически, сильно зависит от боевой обстановки. Во-первых, если мы наступаем, он располагается поближе. Если противник может наступать, естественно, располагается подальше, чтобы успеть покинуть кармически неблагоприятную зону. Второй очень важный фактор, то, что стали применять РСЗО, точные, тот же Химморс, стали применять 155-мм орудия дальнобойные. Вывод, размещают достаточно далеко, там, блин, десятки километров, что по плохим дорогам составляет гарантированно больше часа чисто вести. Ответил на ваш вопрос, дорогой мой? А чего хотел бы? А вы планируете руководить военным госпиталем в случае боевых действий? Еще раз. На основе моего опыта нужно как можно ближе было бы размещать полевые медицинские пункты по образу подобию, как в отечественном. Два-три хирурга, там, несколько перевязочных медсестер, очень хорошо этот пункт укрепленный, замаскированный, и там оказывать помощь, а потом уже везти в госпиталь. Вот их размещать, как в год отечественной войны, несколько километров можно было бы. У нас таких групп нет, поэтому большой госпиталь, если ты разместишь близко, его сразу сметут. Поэтому, если не делать таких групп размещать госпиталя, то повторюсь, вот как я сказал, их размещают в десятках километров, потому что ближе его сразу противник уничтожит. Ну да, грустно. Ребята, я хочу сказать следующее. Есть такой историк военной медицины Александр Поволодский, мы с ним хотим эфир записать. Он меня успокаивает. Он мне говорит, что каждая война у нас начиналась таким бардаком, бедламом, дурдомом, в общем ничего нового. Я как практик этого бедлама, меня это страшно расстраивает и ничуть не утешает то, что раньше тоже было плохо. Опыт же есть. И я уже сказал в данном случае, какое решение. Нужны именно полноценные полевые медицинские пункты, которые находятся близко к работающим подразделениям. Но для того, чтобы эти полевые медицинские пункты развернуть, как в годы отечественной войны, первое, нужна высокая степень организаций. Поставить госпиталь где-то там, блин, за десятки километров в каком-то населенном пункте и ждать, что может кто-то туда доживет и доедет, это самый простой вариант и больше нифига не надо. У Симонова описан шикарно. Кто не читал Константина Симонова, почитайте. У него потрясающие и рассказы о войне, и стихи. Так вот, у него описан шикарно этот эпизод, когда, значит, комиссар был в подразделении, в полку. Очень храбрый человек. Что? Пониже? Да. Хорошо. Комиссар был в подразделении. А слышно ли в задних рядах, дорогие мои? Супер. Спасибо. Комиссар был в подразделении. Очень храбрый человек. И у него была теория, что смелые умирают гораздо реже, чем трусы. И, соответственно, нужно быть смелым, все будет в порядке. И вот ранили его ординарца. Он посмотрел, как его несут по полю под артиллерийским обстрелом. У Симонова это написано скупо. А я как участник читаю, у меня все в душе переворачивается, когда вот бойцы идут по бесконечному полю, на руках несут человека, а артиллерия по ним бьет, бьет, и они стараются падать не каждый раз, чтобы раненого не бить о землю, а только когда снаряд падает рядом. Дорогие мои, там написано три версты. Это заметно больше трех километров. Несколько человек одного под артиллерийским обстрелом нести по открытому полю несколько километров, но вы все поймете, когда сами начнете делать, так оно не поймешь. Так вот, а потом он вечером беседует с хирургом в госпитале, говорит, как? Прооперировали тот, говорит, ну, умер. Он говорит, вы что такое говорите? Вы понимаете, что вы сказали? Они что его несли? Для того, чтобы он умер, вы плохо работаете. И там написано, вот типа врач, как бы, ну, может он и неправильно сказал, но врач осознал, выше, ближе перенес в медицинский пункт. Так вот, в этом эпизоде вся сущность и отражена. Как правило, хотят сесть хрен знает где и спокойненько сидеть в безопасности, делать что-то активное, очень мало кто хочет. И поэтому лучшие ребята погибают. Что делать? Известное, я уже сказал, как в годы войны. Создавать небольшие, такие полевые, медицинские пункты, именно качественные, которые находятся очень близко. Тогда раненые будут получать помощь, нормально доживать. Но это нужен высокий уровень организации, координации, связи, управления, мотивации, всего то, что у нас отсутствует. Поэтому нас будут бить еще несколько лет, как во времена Наполеона, их грустнее, пока не появится понимание, что это надо. Так, ответил вроде бы на вопрос уважаемого. Курсанты, двигаемся дальше. Проблемы транспортировки, дорогие мои. По транспорту. Когда будете вывозить раненого? Возможны артобстрелы, возможны постановки засад, обычных с минно-взрывными заграждениями, с птурами, возможны удары с воздуха. Показ БПЛА, но вертолеты у противника, у кромутантов тоже есть сейчас. И штурмовая авиация тоже есть, и она тоже работает. По телевизору в интернете вам скажут о подавляющем господстве нашей авиации в воздухе. Чисто практически я вам скажу, сколько работал. Я вражескую авиацию видел и слышал работавшую по нам больше, чем нашу. Вот так вот. Ну да. То есть, когда хочется утешиться, можно почитать военкоров, посмотреть телевизор, не дай бог. Телевизор не смотрите вообще. То, что дают там, если в интернете хоть иногда говорят правду, то телевизор, ну, это как бы воистину дитя сатаны, потому что там кроме лжи только ложь. Так, хорошо. Почему я все это перечислил? Потому что, чтобы у вас было понимание, будете вывозить раненых, как минимизировать все эти риски. Маршрут продумываете, прикидываете, где будете маскироваться, если что, готовитесь к противозасадным действиям, тренируете экипаж. Много всяких факторов. Все это делается заранее, ребята. Война – это не кто кого перестреляет, это кто кого передумает. Обдумывание рисков и тренировки, чтобы риски преодолеть – важнейший момент успешной, эффективной работы в условиях боевых действий. Так, выбор места для организации медицинского пункта полевого. Ну, эта темка такая интересная. Если кратко, смотрите. Первое. Очень хорошо, если у вас есть населенный пункт. В домике, даже полуразрушенном, комфортнее гораздо, чем на улице большинство сезонов. Далее. В населенном пункте, когда будете выбирать дом, ориентируйтесь по возможности, чтобы недалеко были дороги, ведущие в тыл, и дорога, по которой с линии боевого соприкосновения будут раненых к вам свозить. Но вплотную к перекрестку не тулитесь, потому что противник тоже не дурак, он все понимает, и возле перекрестка, где-то вот здесь, будет постоянно беспилотниками искать, наносить беспокоящие удары артиллерийские. Словом, вплотную к перекрестку не прижимаемся. Следующий момент. Когда будете дом выбирать? Прежде всего, крайне желательно, чтобы в доме была работающая печь, потому что в нашем климате даже летом обмороженных больше, чем ошпаренных, а уж три остальных сезона тем более. Раненые замерзания переносят еще хуже, чем здоровые, да и вам мерзнуть не к чему, чтобы была печь работающая. Следующее. Очень хорошо, если есть рядом подвал с железобетонным перекрытием, если совсем уж зверский обстрел будет спрятаться туда. Следующий момент. Старайтесь выбрать домик, чтобы не менее трех комнат было. Почему не менее трех комнат? Потому что в одной комнате оказываете помощь раненым, в одной раненые, которым уже оказали помощь, ждут эвакуации в тыл, а в одной комнате вы сидите, там чай пьете, отдыхаете с медицинским составом. Нужно перевести же дыхание. Больше трех комнат можно, меньше трех вам, скорее всего, не хватит. Следующий момент. Крайне желательно, чтобы у дома были гараж, навес. Зачем? Машину спрятать, и чтобы личный состав во дворе не тусил. С беспилотников всех очень хорошо видно, людей, технику. Как только противник что-то увидит, он долбанет. Если навесов нет, можно тянуть мазк-сеть. Но мазк-сеть видна именно как прямоугольные такие ровные контуры. С беспилотников довольно хорошо видны вот эти квадратики. Здесь логично. Противник, если видит мазк-сеть, то понимает, что там что-то. И опять же, нанесет по вам огневое поражение. Не советую попадать в такую ситуацию. Если есть навес, то замечательно. Людей под ним не видно, технику под ним не видно. Ура! Заранее решить вопрос с электричеством и водой. Если у вас медицинская служба, то фонарик влобный, как минимум, несколько штук у всех должно быть. Но этого мало. Неплохо к этому иметь либо аккумуляторные светильники настольные, либо другие источники света. У нас иногда доходило до вынужденной импровизации, когда аккумулятор, с него провода, ну, снятые из большой техники, и с этого аккумулятора либо напрямую лампочку питаешь, либо ещё как-то, и аккумулятор заряжаешь с генератора. Генератор – неоценимая вещь. Я вчера или позавчера у товарища Царёва, ну, уважаю этого человека, он как бы участвует активно в событиях, в 2014 году участвовал. Так я у него прочитал, что у нас там произошло осмысление наверху, пришли к выводу, что подразделениям в инженерное имущество, помимо лопат и ломов, нужны ещё бензопилы, генераторы. Я подумал, да неужели? Всего-навсего 8 месяцев понадобилось войны и 8 лет до этого событий на Донбассе, чтобы задуматься. Ну, посмотрим, когда это внедрят. Вывод. Пока всё это самим. Компактную бензопилу, помню, купили, компактный генератор. Всё это таскаешь с собой, копаешь яму, генератор ставишь туда. Почему в яму? Потому что звук не так громко. Звук разносится далеко, это демаскирующий признак. Противник может вести разведку, дай бог памяти, посмотрим. Ага, до оборудования. Окей, хорошо. Так, вот оно, пошли. Значит, противник может вести разведку тремя основными способами, дорогие мои. А именно, с беспилотников, наблюдение, артразведка из поля смотрит, и третий момент, агентура. Дом, когда выбираете, я не помню, вроде бы не сказал, напомню, ни в коем случае нельзя размещаться в наружных домах. Первая, вторая линия домов. Почему? А потому, что придет вражеский наблюдатель, ляжет в поле и издалека увидит движение вокруг вашего дома, вас раздолбают артой. Поэтому вы забираетесь внутрь населенного пункта, снаружи не видно вас. Дальше, беспилотники. Я уже сказал, с беспилотников навесы, гаражи, личный состав не тусит на открытых местах. И толпы не собирается. Один, два человека, никого не заинтересует. Толпа людей, ну, сразу что-то пролетит. И третья категория, агентурная разведка. Агентурная разведка очень хорошо. Я никого не хочу огорчать, но если вы забьете в интернете, например, запрос поисковый, там, в случае предательства среди военнослужащих в СРФ, в случае сотрудничества с ССУ, СБУ, то вы много интересного услышите. Так это про военнослужащих, а про местные мирняки говорить нечего. Соответственно, все проинструктированы, вражеская агентура, что работающий генератор, это командный пункт, либо узел связи. Соответственно, если ваш генератор учуют, к вам что-нибудь пролетит с большой степенью вероятности. Вывод. Копаем яму, генератор туда, накрываем досками, присыпаем землей, не наглухо, чтобы воздух циркулировал. Днем работает генератор, с него заряжаем все, ночью не включаем, потому что ночью очень хорошо слышно. И питаемся тем электричеством, которое накачали за день. Есть еще солнечные батареи, но их мощности не хватает на большинство запросов. Следующий момент. До оборудования дома. Завесить окна и двери плащ-палатками. Крайне желательно, потому что свет выбивается наружу, там, где боевые действия, у мирняка электричества нет. Свет, это значит для противника признак наличия подразделений и вызывает огонь на вас. Дверь тоже зависит. Почему? Когда открываешь дверь, свет наружу выбивается. Так ты открыл дверь, а там плащ-палатка, ты закрыл дверь, открыл плащ-палатку, свет наружу не выбивается. Про электрогенератор сказал. Следующий момент. Привезти воду, чтобы была вода с собой. Дальше. Подготовить запасной подъезд к дому. На основном подъезде могут подбить машину, может какая-то беда случиться. Много причин, по которым может быть проблемно выехать. Всегда нужно становиться так, чтобы иметь запасной выезд по возможности, при необходимости. Да, транспортное средство размещать будете. Вот здесь у меня нету, потому что раньше таких плотных обстрелов и многочисленных, и долгих вообще в одном флаконе не было. Теперь скажу кратко. Когда вы куда-то приезжаете, у нас вот был случай, приехали, наши все поставили технику, вот типа буквально в ряд, хотя дом и закрывал ее. Я посмотрел, очень быстро сообразил, водителю сказал, мы подошли, там один дом, гараж небольшой, разбитый попаданием, но стены-то остались. Дом с другой стороны, там впереди дом. Мы загнали машину, прям вот этот узенький простенок. Там, ну, чтобы прям в нее попасть, это такое невезение должно быть феноменальное. А кругом, где взрыв не произойдет, где взрыв не произойдет, осколки, ударную волну, все эти объекты сидят. А заднюю сторону машины мы подняли ворота и приставили, чтобы металлические, чтобы не посекло осколками. В итоге, буквально, очень скоро начался обстрел. Те машины, которые стояли наверху, посекло осколками. Они там под обстрелом, в темноте, меняли колеса. Ну, как бы, вообще, очень грустно все было. У нас более-менее норм. Запомнили, да? То есть, машинку нужно всегда выбирать место, ставить так, чтобы минимизировать риски ее поражения. В случае с чего, вам на этой машине и помощь раненым оказывать, и маневрировать. Вот так вот. Далее. Ложный медицинский пункт. Если у вас есть время, силы и желание заморочиться, то очень хорошо сделать ложную цель, по которой пусть противник наносит мощный удар. Это достаточно просто. Повесить где-то там флаг какой-нибудь во дворе, взять единицу техники, которая убитая, не жалко, оттащить, поставить туда. И запомните, очень важный демаскирующий признак везде, это накатанная колея. И летом, и зимой во двор. Потому что смотришь, населенный пункт, ну как бы непонятно, где техника стоит. Если внимательно присмотреться, то накатанная колея бросается в глаза, и сразу найдешь место стояния техники. Вот колею в этот двор нужно накатать, а колею, ведущую в свой двор, замаскировать. Так. Заметьте, дорогие мои, что эти правила подходят не только для организации медицинского пункта, но и вообще для выбора и оборудования помещения под размещение личного состава. Соответственно, я думаю, теперь вы поняли и сможете, в принципе, следовать этим правилам более-менее.